Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизируется, рост заболеваемости идет на спад, а потому 17 августа в нашей стране введено поэтапное ослабление карантина. Что это означает и чего ждать далее? Обо всем этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте! В прямом эфире телеканал ЖТСУ программа «Сегодня». И у нас в гостях исполняющий обязанности руководителя отдела санитарно-эпидемиологического надзора за медицинскими учреждениями и внутрибольничными инфекциями Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Ахметов Самат Махабатович. Здравствуйте! Здравствуйте! И прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете свои вопросы задавать нам по телефону 40 0109, код города Талдыкурган 8 7282. Также на ваших экранах вы видите номер в WhatsApp. Пишите свои вопросы, задавайте их, мы обязательно на все ответим. А мы начинаем. Итак, мы начнем, пожалуйста, с самого главного. Согласно статистике у нас в стране отмечается снижение заболеваемости. А какая ситуация у нас в Алматинской области? Как обстоят дела? На сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано 4827 случаев заражения коронавирусом. Из них 1579 случаев это с симптомами коронавирусной инфекции. Также с выздоровлением выписано 4185 пациентов. На лечении в настоящий момент находится 494 человека. Из них 425 человек с бессимптомной формой находятся в домашней изоляции. А непосредственно в больнице сейчас находится 69 больных в инфекционных стационарах. В настоящий момент за последние 14 дней можно наблюдать положительную динамику темпов прироста заболеваемости. Так он уменьшился с 0,9% до 0,4%. Для сравнения, если все-таки в процентах тяжеловато, для сравнения с 3 по 6 августа было зарегистрировано 265 случаев, а вот уже с 10 по 16 августа уже 119 случаев. Снижение темпов прироста зарегистрировано почти во всех районах области. В некоторых районах есть, но небольшие проценты увеличения, немного варьируются, а в целом он уменьшился. Помимо общего карантина в нашей области конкретно вводился еще локдаун на выходные. Для чего было это сделано и какой эффект это все оказало? Да, вот в последние недели главным санитарным врачом, в том числе и исполняющим обязанности, вводились локдауны. Это было направлено в первую очередь с целью снижения массового скопления людей в торговых домах, общественный транспорт приостанавливался, некоторые улицы закрывались, рынки закрывались. Все это направлено, все это на практике показывает, с темпами прироста, насколько они уменьшились. Все-таки эффект возымел, свои результаты есть. Поэтому даже в нынешнем постановлении, в 26-м, эта практика такая продолжится. И на выходные все-таки некоторые объекты, даже те, которые вновь вводимые, они все-таки будут закрываться. Для того, чтобы сохранить эти темпы, которые мы сейчас на сегодняшний день имеем, с этой целью. Давайте все-таки о том, что разрешено. Все-таки идет послабление карантина. Каких объектов деятельность разрешена отмена? Ну, в постановлении номер 26, 17 августа, как вы говорили, открылся ряд объектов, возобновили свою работу. Это как торговые развлекательные центры, без учета фудкортов, кинотеатров в них, или детских развлекательных, без них. Это торговые дома, бутики, торговые сети, в общем, все вот эти крупные объекты, которые ранее были закрыты. Но при этом заполняемость таких объектов должна быть не менее 30%, не более 30%. Точнее, необходимо создать условия около 4 квадратных метров на одного посетителя для соблюдения. И время работы также будет ограничено с 10 до 5 часов. Кроме этого, также время работы с 10 до 5 часов, вот и вновь вводимые объекты. Это крытые продовольственные и непродовольственные рынки. Также это салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, массажные центры различные. Кроме этого, также откроются фитнес-центры, которые будут работать без бассейнов, с заполняемостью также не более 50%. Также необходимо для того, что для соблюдения не менее 5 квадратов на одного посетителя. Кроме этого, откроются детские кабинеты коррекции, детские и взрослые различные образовательные центры могут открыться. Дежурные группы в детских садах, вот немаловажную роль это играет, поэтому. Также, кроме этого, откроются аттракционы на открытом воздухе. Кроме этого, также работу продолжат страховые брокеры, различные микрофинансовые организации. В принципе, они продолжают свои работы. Единственное, что сейчас, в настоящий момент, они будут с 9 до 6 работать. Также строительные магазины, магазины по реализации запасных частей автотранспортных средств, дачные инвентаря, оптики, фотосалоны, цветочные магазины. Также возобновят свою работу объекты общественного питания в закрытых помещениях и летники на открытом воздухе до 30 квадратных метров. И посещаем, сколько людей должно находиться? Да, до 30 посадочных мест, не более 30 человек. Кроме этого, также остается запрет на проведение различных коллективных мероприятий, праздников, твов, дни рождения. Этот запрет сохраняется. Вы сказали, что несколько изменится график работы. Можно сказать поподробнее? Вот в торговые дома, например, со скольки до скольки? Вот торговые дома, торговые сети, повторюсь, они будут работать с 10.00 до 17.00 часов. А в детских садах у нас пока открыты только дежурные группы, да? Да. Когда детские сады в полную мощность могут пройти? В полную мощность? Это будет все зависеть от степени, от темпов заболеваемости. Если темпы сохранятся в такой динамике, то, возможно, более смягчающие еще меры будут приняты. Но это все будет зависеть от ситуации, которая сложится. Но единственное, что насчет дежурных групп, это не более 15 человек также можно быть в дежурных группах. А в тех же образовательных центрах или детских, коррекционных, также группы не более 5 человек можно. Еще вы говорили, что будут также локдауны на выходные дни. И каких объектов конкретно коснется локдаун? То есть что у нас будет закрыто? Опять же, такой вот мастерский, да, на выходные дни. Ну давайте я сначала начну с того, что запрет вообще сохраняется чего? Запрет сохранится на проведение зрелищных, спортивных, семейных, различных памятных или торжественных мероприятий. Также останутся закрытыми бары, ночные игровые клубы, караоке, фудкорты, кинотеатры, развлекательные заведения, иные различные для детей, для взрослых. Также останутся закрытыми объекты культуры, музеи, театры. Также останутся закрыты бассейны, городские и общественные пляжи, открытые аквапарки. Также закрыты религиозные объекты, передвижения пригородных пассажирских, междугородные, межрайонные, также переезды. Они также закрыты. Но в принципе на личном транспорте переезды между районами разрешены, никто не запрещает. Но работа автовокзалов, она приостановлена. И собственно переезды на автобусах также остаются приостановлены. ЖД и авиаперелеты между регионами Казахстана, в принципе, они открыты, изменений нет, они также можно переезжать. И теперь вернемся к локдаунам, что у нас конкретно будет закрытым выходным. Вот да, что касается на выходных, что будет закрыто. На выходных будет приостановлено движение общественного транспорта, приостановлена работа торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, фитнес-центров, тренажерных залов, салонов красоты, парикмахерских, косметологических салонов различных, бань, саун, детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов и аттракционов на открытом воздухе. Они все будут закрыты. Ну, в первую очередь, на эти объекты, тем более сейчас они только открываются, сейчас у людей различные потребности, там 1 сентября сейчас необходимо это все приобретать, чтобы хотя бы снизить нагрузку и снизить контакт людей именно на выходные дни. С этой целью направлены эти локдауны. Как я уже повторюсь, эти локдауны в практике применялись, и они показали очень хорошие результаты, поэтому в настоящий момент мы продолжим проактивать данные мероприятия. Это вот нас ждет следующие выходные или это вот до конца лета? Это уже начнутся с этих выходных. Изменится ли у нас график работы таких организаций, как ЦОН, например, Центр обслуживания населения? Ну, Центр обслуживания населения, если он раньше работал с 9 до 4, то в настоящий момент он будет работать с 9 до 6 в будние дни, а в выходные дни он сократит свое время, вот с 10 до 3 будет работать. Также необходимо для того, чтобы пойти в ЦОН предварительно зарегистрироваться, по предварительной записи, это через различные порталы, EGOV, TelegramBot есть у EGOV, BOT, там 2.0, кажется, если не ошибаюсь. Можно сказать что-то по поводу проведения спортивных мероприятий? Есть какие-то изменения по сравнению с прошлой неделей, послабления какие-то, наблюдаются? Ну, да, что касается спортивных мероприятий, в принципе, до этого, когда мы еще вначале проводили смягчение различных мероприятий, в принципе, индивидуальные тренировки на открытом воздухе разрешаются. Кроме этого, вот сейчас разрешаются групповые тренировки, но не более 5 человек. И также сейчас разрешены тренировки сборных, спортивных сборных Республики Казахстан для подготовки к различным мероприятиям спортивным. Им разрешено и до 30 человек, и местонахождение, чтобы обязательно только на спортивных базах это все осуществлялось. А есть ли у нас какие-то требования относительно передвижения внутри населенных пунктов? Вот вы сказали, что между городами, а внутри. Да, что касается передвижения внутри области, на личном автотранспорте можно переезжать в любую точку по области, можно ЖД-транспортом, авиатранспортом. Единственное, что будет запрещено, это только междугородние, межрайонные автобусные сообщения. А в целом, в принципе... По городу. А вот возрастные ограничения, несовершеннолетние дети, взрослые? В принципе, эти требования также остались. До трех человек на открытом воздухе нельзя находиться, за исключением членов одной семьи. Также ограничения остались для лиц старше 65 лет, для того, чтобы по мере необходимости, конечно, никто им не запрещает выходить, но все-таки необходимо ограничить посещение и контакты с лицами другими. Также запрещено передвижение несовершеннолетним лицам без родителей. Вот эти остались. Есть ли какие-то ограничения? То есть в магазин в своем дворе, в квартире, когда живет, ребенок может сходить сам в магазин за хлебом? Или это уже передвижение несовершеннолетним лицам? Необходимо все-таки в настоящий момент сейчас эти карантинные меры, они недолго, надеюсь, продлятся. Темпы уже, динамика роста уже говорит об этом, поэтому необходимо немножко запастись терпением. И все-таки лучше вместе, потому что все-таки это ребенок, он может где-то пойти поиграть с детьми, где-то уйти. И лучше пока воздержаться и все-таки следить за детьми. Есть такой вопрос у нас от телезрителей. Здравствуйте. Можете рассказать, за несоблюдение каких именно правил и норм полагаются штрафы? Ну, в первую очередь необходимо... Давайте начнем, наверное, с субъектов предпринимательства. Субъектами предпринимательства в постановлении главного санитарного врача РК номер 43 четко прописаны алгоритмы для того, чтобы вновь вводимых объектов за несоблюдение этих алгоритмов полагается административное изыскание в виде штрафа в зависимости там на физические лица 30 МРП, на по 425-й статье административного кодекса РК, за несоблюдение норм требований нормативно-правых актов в сфере санитарного богоболучия населения. Там 230 МРП на субъекты предпринимательства и выше там. Поэтому необходимо соблюдать эти алгоритмы. Также это все ссылки на все эти алгоритмы, на все эти приложения вот в нашем последнем, во всех наших постановлениях там были указаны. Но также, кроме этого, необходимо соблюдать правила ношения масок на открытом воздухе. Необходимо соблюдать дистанцию. Возможно, не всегда будет кто-то стоять и надзирать над человеком. Поэтому все-таки необходимо, каждый человек должен очень ответственно к этому подойти. Что это свое здоровье. Да, это здоровье твое, твоих близких, всех твоих родных и знакомых. Поэтому необходимо придерживаться всех требований, которые указаны в постановлении. Давайте еще раз людям напомним, какие штрафы все-таки грозят. Вот если просто человек на улице без маски находится, какой штраф за это может грозить? На физических лиц в размере 30 месяцев расчетных показателей. То есть даже на улице, да? Ну, у нас указано, что везде должно быть. На открытом воздухе, в закрытых помещениях. Что все-таки повсеместно необходимо соблюдать масочный режим. Тогда вот относительно штрафов сразу, у нас в Алматинской области, вот с начала карантина, то есть с июля, сколько штрафов у нас было выписано за несоблюдение санитарных норм? Ну, у нас в Алматинской области было составлено 370 штрафа, 372 штрафа на сумму более 37 миллионов тенге. Трех, точнее, извиняюсь, более трех миллионов тенге. Кроме этого, протоколов административных на физических лиц из них было составлено 77 протоколов. В принципе, это не так мало, не так много, можно сказать. Но все-таки, да, есть такие факты. К сожалению, да, нарушения есть. Да, вот на 77 протоколов было составлено на сумму 366 696. Чуть-чуть к другому вопросу перейдем. У нас во время вспышки коронавирусной инфекции мы столкнулись с нехваткой медицинских препаратов в аптеках. Сейчас, насколько нам известно, все-таки создан достаточный запас лекарственных средств. Так ли это? Есть ли, действительно, все препараты в аптеках? Ну, в настоящий момент, да. Точнее, только когда, в общем, заболеваемость начала регистрироваться и когда массово люди начинали болеть, такая нехватка была. Все-таки это, наверное, можно сказать, связано, что и с неготовностью наших организаций, все-таки аптеки не были готовы к этому. Все-таки это ажиотаж. Люди начали запасаться, с запасом брать средства. Но в настоящий момент мне бы хотелось успокоить, потому что на сегодняшний день единым дистрибьютором СК-формации государством уже были закуплены эти средства, жаропонижающие, обезболивающие, антикоагулянты, противовоспалительные средства. Вот сейчас у нас в области имеются запасы индивидуальных защитных средств. В инфекционных и провизорных стационарах сейчас имеется около более 250 тысяч жаропонижающих средств, более 40 тысяч противовирусных препаратов, 255 157 антибиотиков. Поэтому в настоящий момент сейчас уже такой нехватки уже нет. Даже сейчас в настоящий момент в аптеке СК-формация, та же единый дистрибьютор, то СК-формация. Сейчас есть на них заказ, и они будут поставлять в аптеке, в каждую аптеку, и все эти жаропонижающие. Также в Министерстве здравоохранения были введены изменения, и они одобрили включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции 5 препаратов. Это парацетамол, ибуфен, антикоагулянты, риваксабан, апиксабан и дабикатран. То есть люди могут рассчитывать на бесплатное получение этих препаратов, насколько интересно? Те, кто сейчас стоят на учете, сейчас у нас же находятся те, которые с бессимптомной формой, сейчас находятся на лечении и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти пациенты, им необходимо по месту приписки, они должны обратиться в поликлинику, и там им выдадут обязательно эти препараты. То есть вызывают скорую помощь, дезинфицируют, и потом уже могут бесплатно рассчитывать. Или изначально, когда они уже туда поступают, в поликлинику, им сразу выдают необходимый запас средств на какой-то промежуток времени. И уже в зависимости, там необходимо обязательно, если эти препараты закончатся, для того, чтобы не передвигаться, а созвониться со своим, с участковой медсестрой, с участковым врачом. И эти моменты, все эти необходимо проговорить, не просто, чтобы нарушать домашний карантин, а эти медицинские работники за каждым закреплены. В принципе, обзвон идет постоянно. Поэтому, думаю, это не проблема, это решение. А осенью мы ожидаем все-таки вторую волну вспышки коронавируса. Как этого избежать, что делать, и будем ли мы к этому готовы? Ну, это как бы только прогнозы. Пока посмотрим. Никто точную оценку дать не может, насколько это действительно возможно. Но нам сейчас необходимо, опять же, повторюсь, запастись терпением. Все-таки поменьше контактировать, поменьше выезжать, проводить разные семейные мероприятия, контактировать с близкими, с друзьями. Необходимо, тем более осенью, тут же опять же спад, иммунитет, переохлаждение, холодно начнется. Поэтому, ну, все-таки для профилактики можно попить какие-то витамины различные, различные иммуностимуляторы. Но в целом, говоря о все-таки темпе жизни, о режиме, все-таки этот режим надо сохранить, придерживаться масочный режим, тоже дистанции, контактирования. Это контакты. Все-таки эти требования, если мы сможем сохранить, возможно, такого всплеска, как мы видели, возможно, такое уже не будет. Поэтому мы должны все-таки придерживаться всех постановлений, всех рекомендаций министерства, главного санитарного реча Алматинской области. Есть какие-то прогнозы, когда мы можем ожидать вообще полной отмены карантина, возвращения к полноценной жизни? Ну, сейчас какие-то объективные прогнозы я не могу дать. и в принципе, наверное, вряд ли кто сможет дать. Но посмотрим, как бы сейчас все-таки весь мир, в том числе наша страна с этим борется, ищет различные пути. Поживем, увидим. По вашему мнению, от чего зависит дальнейшая стабилизация ситуации? Ну, все-таки, по моему мнению, стабилизация обстановки зависит все-таки об ответственности каждого человека, начиная от нахождения, от общения в кругу своей семьи, заканчивая тем, как он ведет себя на работе, как ведет в общественных местах, в общественном транспорте, при посещении торжественных мероприятий. там еще что-то. Мы же это все запрещаем, но как бы факты такие имеются, факты по этим фактам, также в СМИ это также везде такие моменты были, как бы вроде это повторяется постоянно, но факт все-таки регистрируется. Нам все-таки немножко нужно подождать, потерпеть. Спасибо большое, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. нам все-таки немножко нужно подождать, потерпеть. Спасибо большое, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, потише телевизор, сделайте, пожалуйста, и мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Ага, потише телевизор, сделай. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вопрос такой, сейчас нормально, слышно? Да, 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 говорите, да. Ага, вы знаете, дело в том, что мы находимся в городе Копчегай, Алматинская область, правильно, да? Да. Вот, автобусный парк. Да. Нам не разрешает выезд, правильно? Вы же так сказали. То есть, получается, наши доходы, мы существуем за счет того, что, значит, у нас перевозки людей Копчегай, Алмата, именно Саяхар. Здесь не закрыт, Саяхар еще не работает, не открыт. Как нам быть? Мы сейчас все находимся в отпуске без содержания. Это все, да? Спасибо большое. Спасибо. Да, но, к сожалению, многие, да, в такой ситуации в этом году, тяжелый год. Как людям? Да, я понимаю, что сейчас вот, что касается вот этих тех же автобусных сообщений между городами, даже не то, что между городами, пригородные электрички, вот эти пригородные поезда, это все приостановили эту работу. Но это все было решением государственной комиссии, правительственной РК, по недопущению распространения коронавирусной инфекции. но это все в первую очередь направлено в том, что в автобусе, в автовокзале очень трудно такие мероприятия сохранить. То есть у нас эти междугородние перевозки будут возобновлены только когда с республики придет разрешение? когда государственная комиссия разрешит междугородние, межрайонные перевозки, между регионами РК. Только тогда мы сможем какие-то смягчающие меры принять. Спасибо большое. Наша программа подходит к концу. В завершении, может быть, что-то хотелось бы пожелать нашим телезрителям или что-то посоветовать? Ну, я хочу пожелать в первую очередь, конечно, крепкого здоровья, запастись терпением, для того, чтобы пусть у нас в общем все будет хорошо, все будет отлично и крепкого здоровья. Спасибо большое за беседу. Думаю, очень интересный. Я напоминаю, что у нас в гостях был исполняющий обязанности руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора за медицинскими учреждениями и внутрибольничными инфекциями Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в Калматинской области Ахметов Самат Махабатович. Спасибо вам еще раз. Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин